Геймрэнкс представляет вам 10 лучших бесплатных игр в Стиме за этот год. Часть из них была выпущена не в 2015, но мы все равно решили добавить их в этот список, потому как они однозначно стоят того, чтобы их попробовать. Начнем с 10 позиции. Adventure Capitalist – это игра-кликер, и эти игры имеют довольно большую популярность. Правда, довольно сложно сказать почему. Задача в Adventure Capitalist – заработать много денег. Начинаете вы с продажи лимонада, усердно трудитесь, повышаете свой уровень, и вот вы уже нефтяной магнат. Adventure Capitalist навевает воспоминания о монополии, особенно с учетом ее графической стилистики и музыкального оформления, схожих с Fallout. Эта игра в стиле 50-х про зарабатывание денег представляет капитализм как очень веселое и увлекательное занятие. Под номером 9 у нас Xpanda Bros – полностью бесплатное дополнение для великолепной игры Broforce, которая была выпущена к показу фильма Неудержимая 3. В нем можно поиграть за всех главных героев фильма, стилизированных под пиксельную рисовку, а сама игра представляет собой сайдскрольный шутер, где вы стреляете и взрываете все подряд. Он такой же, как и Broforce, только намного круче. И если вы думаете, что если игра сделана по мотивам фильма, то она должна быть плохой, то нет, она очень крутая. Под номером 8 у нас Dead Island Epidemic. Она не особо известна, так как занимает довольно странное положение в нише видеоигр. Игра представляет собой командный аренный битэмап, только вместо крипов и лейнов, как в Доте или Лоле, в игре есть лишь вы со своей командой против Орд Нежити. Так что если вам по душе зомби, вот они, ваши союзнички. Ее сложно сравнить с какой-либо мобой, так как вы полностью контролируете своего персонажа. Под номером 7 у нас Dirty Bomb. Dirty Bomb на данный момент бесплатна и находится в стадии беты. Она взяла много элементов из Team Fortress 2 и некоторые из Battlefield, но интерпретирует их по-своему. Игра разработана командой Splash Damage, которые в свое время делали мультиплеерные моды для Return to Castle Wolfenstein и Doom 3. И представляет собой командный шутер, где на каждой карте есть свои задачи. Она очень динамична, красочна и играется очень живо. В ней есть некоторые фри-то-плей элементы, которые могут раздражать. Но их легко можно проигнорировать. Это чертовски хороший шутер, особенно для своей бета-стадии. Под номером 6 у нас War Thunder. Вам нравится летать на самолетах и боевых истребителях? Что ж, тогда, возможно, эта игра как раз для вас. И к тому же она бесплатная. War Thunder – это мультиплеерная онлайновая игра военной тематики, где на выбор дается множество наземных, воздушных и морских единиц техники времен от Второй мировой и до Корейской войны. В ней отлично сбалансированы аркадные и военные составляющие. В игре найдется применение большому количеству тактик, стратегий и реальных маневров, и все это делать в ней по-настоящему интересно. Естественно, это еще одна фри-то-плей игра, куда можно вбухать кучу денег. Но если просто поступать по-умному и хорошо в нее играть, от нее можно получать удовольствие и без каких-либо трат. Под номером 5 у нас Warframe. Да, Warframe сильно изменился с момента своего релиза, и сейчас это фри-то-плейный ответ Destiny. Игра представляет собой фантастический шутер от третьего лица, заточенный на выполнение заданий и в него гораздо интереснее играть с друзьями. Что делает Warframe особенным, так это то, как двигается ваш персонаж. Вы можете бегать, ускоряться, прыгать, скакать, кувыркаться, и это действительно затягивает. Если вам довелось поиграть в нее в момент релиза на PS4, знайте, это уже совсем другая игра. Оборудование, оружие, броня – это все можно собирать абсолютно бесплатно. Хотя в ней и присутствует довольно агрессивная монетизация, но в целом это отличная игра для компании друзей. Под номером 4 у нас Card Hunter. В 2013 году Card Hunter был браузерной игрой, а сейчас это отдельная игра в Стиме со своей эстетикой настольной ролевой игры про подземелья, и она очень увлекательна. Вы играете командой из трех героев против ведущего и экипируете своих персонажей в соответствии с описанием карт перед каждым раундом боя. И это относится ко всем действиям, что вы делаете. К перемещениям, атакам, применениям заклинаний и другому. У нее великолепный дизайн, рисовка, музыкальное оформление, и она точно заставит поностальгировать старых D&D игроков. Также здесь на удивление глубокая механика, так что вы проведете много времени в этой бесплатной игре. На третьей позиции, кто бы сомневался, у нас Team Fortress 2. Team Fortress впервые вышла в бородатом 1996 году как модификация, и теперь это полноценная бесплатная командная игра, которая полюбилась очень многим. Она до сих пор постоянно меняется, но остается командным шутером от первого лица, задачи в котором варьируются в зависимости от того, в какой тип игры вы играете. Можно играть в роли штурмовика, защиты или поддержки за любого из крутых полюбившихся персонажей, каждый из которых экипирован своим оружием и обладает уникальными способностями. Игра очень хороша, проверена временем и показала себя в лучшем виде. В ней постоянно происходят разные ивенты и появляются новые персонажи и оружие, так что Team Fortress 2 все еще развивается, и точно стоит того, чтобы в нее поиграть. Под номером 2 у нас Path of Exile, фактически бесплатная версия Diablo. Многие игроки, в частности, предпочитают именно эту игру Diablo 3, и она во многом походит по впечатлениям на Diablo 2. Для тех, кто не в курсе, это изометрический экшен-рпг, где вы бегаете, убиваете монстров, находите лут, качаете героя и просто получаете удовольствие. Path of Exile во многом фокусируется на прокачке персонажа в своей уникальной системе развития, и вам придется уделять много внимания тому пути, по которому вы развиваете своего героя, потому что вариантов развития очень много, и от принятых решений очень сильно будет зависеть геймплей. Да, стоит упомянуть о мультиплеере и системах лобби, которые сделаны на высоком уровне, так что Path of Exile определенно стоит уделенного ей внимания. И под номером один у нас Dota 2. И вы либо слышали о ней очень много, либо не слышали о ней совсем. У Лиги Легенд больше игроков, но в стиме больше всего играют именно в доту. В этой игре просто невероятный порог вхождения и кривая обучаемости. Да и комьюнити в ней порой бывает неприветливым, особенно к новичкам. Но если вы уделите ей время и немного поучитесь, то вы поймете, что Dota 2 просто невероятна. Она представляет собой соревновательную командную игру 5 на 5, из-за чего каждый матч выходит очень напряженным и заставляет хорошенько попотеть. Что делает ее особенной, так это то, что вы в ней просто обязаны всегда полагаться на своих тиммейтов, а не как в большинстве других мультиплеерных игр, где можно бегать в одиночку. Матч может продолжаться очень долго, но когда вы выигрываете, это приносит очень много удовлетворения. Думаю, именно это чувство и подсаживает игроков на доту. Игра уже давно проверена временем и в нее играет очень много людей. Это был наш топ 10 бесплатных игр 2015 года в стиме, и мы бы хотели узнать, в какие из них вам интереснее всего поиграть. Также делитесь информацией с нами о том, во что бесплатное сейчас играете лично вы и что не вошло в этот список. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на патреоне, а также подписаться на нас на ютубе и вконтакте.